Приветствую, друзья! Вот если бы вам дали всё время заниматься только любимым делом, а, например, любую мысль, которая у вас появляется, выговаривать, то у вас было бы счастливое состояние повседневное и повсеместное. На том, чтобы выговаривать всё, что приходит в голову, основан психоанализ, как я вычислил. Да-да, вот выговариваете несколько минут подряд в поточном способе, в поточной речи, не делая перерывов между слов никаких, говорите всё, что в голову приходит, говорите всё, что в голову приходит, и вы заметите, голова пустая. Да, друзья, если вы будете заниматься любимым делом, а я об этом часто говорю в нашей школе, это целебная вещь. Если вы занимаетесь любимым делом, там действия синхронны текущему вашему состоянию. Поэтому лишнее напряжение снимается, и вы сосредотачиваетесь в своей деятельности легко и с удовольствием. Да, вот оно в чём дело. Заниматься любимым делом. И я вот всё время думал, что же такое шибка? Шибка. Попал в его шибка. Ну, это физиологический термин. Если мы так будем разговаривать в простой беседе, шибка это, например, когда ты любимым делом хочешь заниматься, там, огород, там, вскапываешь, или цветы поливаешь, или посуду моешь и задумываешься, потому что делаешь повторяемые движения, как Агата Кристи все свои произведения написала «Моя посуду». Повторяемые движения снимают напряжение и помогают думать. Так вот, если ты занимаешься любимым делом, у тебя там крылья растут. И вот я думал, как шибка, это что такое? Вот ты только настроился думать о чём-то. Ну, ты только начал думать. Ну, например, ты проснулся, у тебя мысли хорошие, ты садишься за компьютер, хочешь их рассказать, и в это время... Ну, кто-то тебе звонит и говорит там, вот у меня ребёнок больной, и тебе надо. Вот это шибка. Поэтому метод ключ основан на чём? На подборе действий синхронных к текущему состоянию, чтобы легче переносить шибки, чтобы быть психологически устойчивее, чтобы легко переключаться в зависимости от того, какова жизнь. В зависимости от того, какова жизнь. Вот. Так, написали. Ну, очень хорошо. Я, например, всё время думал ещё и о том, как соединить моё любимое дело с любимой школой. Потому что в школе много участников из всех стран мира. сейчас уже многие отписываются, потому что в той или иной стране не нравится то, что я занимаюсь миротворчеством, то, что я занимаюсь вместе со всеми нашими энтузиастами, достойной целью сокращениям кризисов и войн на планете, сохранением разума на Земле, созданием науки человечности. Ну, кому-то не нравится, вот, пусть отписываются, не выросли ещё. Наверное, они под таким сильным прессом напряжений, да. Хотя и пользуются нашим методом. А лучше бы пользовались, потому что наш метод, он для всех и каждого. Именно для того, который находится в дичайшем напряжении, чтобы можно было снимать стресс, выходить на своё творческое начало, лучше понимать ситуацию. Ну, может, вы правы. Дело же не в том, кто прав, кто виноват. Моя миссия заключается в том, чтобы помочь каждому, где бы он ни находился, хоть на Луне. Если ты человек, я хочу, чтобы ты был человеком. И поэтому я вам покажу сейчас, как целебное действие, любимое дело, помогает человеку быть здоровым. Вот, например, мой друг, его сейчас нет уже давно, мой друг Рахман Шикалиев. Посмотрите его картины. Вот там, видите, вот здесь вот. Там рисует девушка, Луну рисует. Вот красочки там у неё на палитре. Так, что там ещё? Так дело в том, что когда Рахман рисовал, это один из лучших сведняков был в Москве. Ну, что вы, это выдающийся художник. Посмотрите, какие у него картины. Сейчас я вам скажу, что он делал, когда рисовал. Он, когда рисовал, ходил по мастерской и пел мугаму. У меня есть новелла, тоска по испорчению картин, я там это описывал, как Рахман ходил и пел мугаму, и я никак не мог понять, зачем он это делает. Он говорит, мне так легче рисовать. То есть он сосредотачивался на любимом деле, при этом снимал лишний стресс, который создаёт щипки. Он снимал тем, что он нашёл себе синхронное действие. Он пел мугаму. То есть он пел то, что синхронно его состоянию. Да, ну, почитайте, если хотите. Там у меня есть её. То ли в прозеру, то ли в стихеру. Моя эта вещь. Тоска по испорчению картин. А может она и в одной из новых книг моих есть. Ну, Рахман, конечно, потрясающий художник, но дело в том, что он не выдержал его сердце. Да, не выдержал его сердце. Да, родился он в Щеки. Это вот Дагестан и Азербайджан рядом. Там родился. Был, кончал Баку академию художественную. Вообще дагестанский художник. Да, мы очень дружили. Я как-нибудь вам видео покажу, где мы с ним. Я даже, ну, короче говоря, он меня знакомил со многими. Я поэтому потом там участвовал в газете Искусство народов мира у Корнилова Николая Изусиновича. Помогал художникам поддержать здоровье и быть большими творцами. потому что даже художник любого уровня накапливает тоже стрессы и шаблонное мышление из-за этого. Вот Рахман нарисовал вот какой у него жена Нигиар. Так, кстати, сын его в Москве сейчас живет. Я ему передаю, значит, привет большой. Ой, Рахман. Короче говоря, действие синхронное состояние для Рахмана это было Петь Мугаму, когда он рисовал. Ну, и для кого-то как-то. А вот у меня, значит, как соединить мое любимое дело с моей любимой школой, потому что там люди разные. Есть и больные, есть и здоровые. Самые разные люди. Есть люди под сильным стрессом, которые вообще ничего не слышат, когда что говоришь, потому что они все время заняты. Вот эта буря в голове, этот шторм. Если подбираешь действие синхронное текущему состоянию, выходишь на стиль, на задумчивость. Вот я утром встал, у меня мысли в голове после сна, хочется их выразить, озвучить, хорошие идеи. Да, пошел посуду мыть. Ну, к примеру. И, значит, мою посуду, а вода-то теплая. Да. И постепенно, постепенно. Сначала была ошибка, то есть я хотел сначала за компьютер сесть, потому что мысли были. Я не просто так это рассказываю. А потом, значит, мне пришлось посуду помыть, и шибко. Вот. Мне хочется одно делать, а нужно другое делать. Хочу и надо. Вот. Шибко. И в этот момент, значит, я мою мою посуду, вода теплая, и задумываюсь. Во. Вот это действие постепенно, постепенно, постепенно. Задумывался. То есть вот это монотония повторяемого действия приводит к тому, что ты успокаиваешься. А если ты слушаешь музыку, ту музыку, которую тебе приятно слушать, и которая быстрее тебя приводит к тебе, ну, к себе, да, к себе, где ты задумываешься. Вот ты начал слушать музыку, и в какой-то момент задумывался о своем. Вот она и та, которая быстрее приводит к тебе, тебе и нужна. Для того, чтобы ты успокоился и начал восстанавливаться. Что я хочу сказать? Мое любимое дело говорить об искусстве. Потому что я абсолютно уверен в том, что мы творцы, человек устроен как творец, в нем поколение предшествующих стадий развития как творческий потенциал. И он ищет выхода. Если мы не занимаемся любимым делом, если мы все время находимся в ситуациях шибки, ну, вот что такое шибка, еще раз скажу. Это, например, я задумался о чем-то, и в этот момент чашку беру с чая, и она упала, и мне в этот момент течение мысли резко прекратилось, и я в этот момент воскликнул, ах, елки-палки, ну, вот это что? Это как раз шибка, и выскочила часть энергии примитивным образом, а не организованным таким, как я вот там творю, вот здесь разгрузка примитивная, когда ты на психоанализе или где-то, или даже материшься, это разгрузка. Сейчас. Алло. Да. Извините, я сейчас занят, через полчаса. Не представляется ничего, на просторах интернета нашла, да. Ну и молодец. Через полчаса узнаем, кто это. Вот же человек очень нужен. Очень много людей звонят, которые нуждаются в помощи. И мы всегда ее оказываем. Мы всегда ее оказываем. Вот, например, 23 числа у нас будет по инициативе Алексея бесплатный ликбез такой, бесплатный вебинар в 13 часов дня по Москве. Да. Алексей из Владивостока предложил, инициировал, поэтому он молодец. И все там в Владивостоке, и все там где-то там в Краснодаре, в Красноярске, в Москве все могут подключаться. Это будет происходить у меня на YouTube-канале. Туда же будет сброшен Zoom, чтобы вы задавали вопросы. Будем всем помогать. Снимать стресс, снимать тревожность, снимать паники, восстанавливаться. И опять я возвращаюсь к тому, что действия синхронные текущему состоянию снимает лишнее напряжение. Позволяет человеку лучше думать, прийти к себе, решать свои вопросы. ошибка это когда вы вынуждены делать то, на что вы сейчас не настроены. Вот у вас идет поточная мысль, и в этот момент что-то, вот звонок там, или еще что-то такое, вот можно взорваться, там, или нагрубить, или как. Ну, это так мозг устроен, потому что выплеснуть эмоцию требуется. Фрейд говорил, что эмоции никуда не исчезают, так я его понял. Они всегда ждут своего часа. Ну, конечно, я так тоже думаю. Как куда они денутся? Это же энергия, это энергетика мозга, просто она трансформируется из одно состояние в другое. И когда вы спите, вы в одном состоянии, размышляете о чем-то, когда вы встали, вы уже размышляете о чем-то в другом состоянии. И вот открываю вам маленький технологический секрет. Состояние, чтобы передать кому-то, чтобы выразить, надо найти слова, надо найти какие-то образы, которые помогают человеку понять, о чем вы говорите. Ну, здесь и жестикуляция помогает, и так далее. В общем, подбор слов помогает. Ну, если вы снимите лишнее напряжение, вы лучше понимаете. Люди не понимают друг друга, часто не только потому, что термины разные, они не понимают друг друга еще, потому что в разных состояниях. Ну, есть одно универсальное средство для всех людей, это когда вы находитесь на любом состоянии, состояние безмятежности. Вы там, как при коробке передачи автомобиля, легко можете переключаться на любую, так сказать, тему. Я бы хотел, чтобы вы переключились на достойную цель. Сокращение кризисов и войн на планете и потребностей в лекарствах. А метод луч помогает этому, потому что именно подбор путем перебора действий, с целью найти действия синхронное состояние, выводит нас к самим себе, ключ к себе. поэтому ключ к себе это ключ от всех дверей, чем бы вы ни занимались. Так вот теперь послушайте, мое любимое дело говорить о живописи, о картинах, да, а вы, например, находитесь в стрессе. Как соединить? А я часто говорю, занимайтесь любимым делом, а вы в стрессе не можете любимым делом заниматься, или условия не позволяют. Но я вам подсказываю, что лежат, какие механизмы лежат в основе здоровья, в основе здоровья лежит согласование психических и физиологических процессов. Легче чего это согласование происходит в любимом деле, потому что это генетически, это талант ваш, какой-то талант, какой-то здоровья вами управляет, где вы меньше всего тратите энергии, потому что энергия это жизнь, это здоровье, вы родились каким-то количеством энергии, которые вырабатывают вот эти митохондрии, да, и вы должны эту энергию правильно распределять. Так вот, если вы ее все время распределяете на то, что вы говорите, ах, елки-палки, когда чашки падают, или когда происходят другие лобовые столкновения, ну вот, Рахман, к сожалению, ушел. Не выдержало сердце художника, потому что требования, которые ему предъявляла жизнь, не всегда соответствовало уровню его масштаба. Да, он очень большой масштабный художник. Другие пьют, если им не дают делать любимым делом заниматься, а третьих уничтожают просто морально, говорят, кому это нужно. Да, вот, говорит, ты там стихи пишешь, а Петров, говорит, чем ты занимаешься, у него трехкомнатная квартира, у нас двухкомнатная. Зачем, говорит, ты стихи пишешь? А это потом, оказывается, величайший поэт. Ну, просто человек, если не нашел место под солнцем, если он не находится среди людей, которые его понимают, которые поощряют в нем творчество и способствуют этому, надо таких людей подальше, которые тебе постоянно мешают думать о том, к чему ты предназначен. Ну, да, если вы подумаете, кто вокруг вас, вот те люди, которые вам помогают и говорят, ты молодец, и у тебя крылья растут, и ты все больше и больше веришь в себя. Те, которые ты, вот, придумал, кто-то говорит, твой друг или жена или сестра, она говорит, ой, Петя, да зачем кому это надо, она тебе крылья подрубает, поэтому надо беречь друг друга, беречь друг творческое начало. Почему нужно прислушаться к тому, что я сейчас говорю, вот мы проводили вебинар с Аленой Мощевой, всем понравилось, но сейчас надо, чтобы вы написали вопросы, какие остались, написали свои реплики, написали свои комменты, так сказать, напишите по прошлому вебинару, чтобы мы понимали, как лучше сделать следующий, чтобы вам больше пользы было, практической, вот, но я бы хотел, конечно, чтобы вы это написали сейчас под этим роликом, и я бы хотел, конечно, мысль донести, я додумался, как соединить мое любимое дело с достойной целью и со школой, которая работает на достижение этой цели, создавая науку человечности, да, я додумался, я вам сейчас скажу, если вы продолжаете думать, о чем думается, и при этом, и при этом, ну, допустим, переживаете, о чем думается, и при этом будете перебирать разные действия, ну, там целый арсенал таких возможностей, там и вот так делаешь, и вот так делаешь, лыжника, и качаешься там, и плавательные движения, на пианино играешь, по 10-15 секунд, если все действия какие-то вы перебираете, или посуду моете там, или со стола вытираете, или что-то, если вы продолжаете думать, о чем вы думаете, переживаете, о чем переживается, и проперебираете все эти разные действия, которые в голову приходят, да, по 10-15 секунд, где вдруг вы находите действия, которые полностью с вами совпадают, то есть синхронно, и сам процесс перебора путем сравнивания, попадает, не попадает, переживая, о чем переживается, продолжая переживать, о чем переживается, думая, о чем думается, вы перебираете арсенал этих возможностей, любых действий, которые в голову приходят, а потом сели, и пустили мысли на самотек, и такое блаженство, такой кайф, такое состояние, в следующий раз я вам дам одно действие, которое вызывает это состояние кайфа буквально из любого стресса за одну минуту, я вам это дам, но вот сейчас видите, я соединил любимое дело свое рисование, поговорить о творчестве, а не только о болезнях, не только спасением заниматься, я соединил и сказал, что спасение утопающих, дело рук самих утопающих, исцеляющим творчестве, вот творчестве КПД наиболее высокий и менее затратный, потому что он соответствует вашей генетике, вашему таланту. Любимый мной Эйнштейн говорил, кажется, так, если КПД человека мерит потому, его эффективность мерит потому, как она лазит по деревьям, то никакой эффективности там нет. Правильно? Не ее это дело. А вот когда рыба плавает, там КПД высокая. поэтому исходя из этого отличное определение. Делайте то, что вам нравится, делайте с любовью и там КПД самый высокий и менее энергозатратный. Потому что все хорошо сделано с любовью. Конечно, вы же это знаете, а я вам это самое доношу сейчас через аспекты психофизиологии, синхронизация, совпадение действий с состоянием, что такое психоанализ. Да, 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 разными-разными словами донести. Да. И показал своего друга Рахмана Шихариева и одновременно напомнил о своем произведении замечательном «Тоска по испорченной картине». Ну, а сейчас я попрошу, чтобы Ален в следующий раз вышел и показал свою картину, которую он сейчас дописывает. Шейла, чтобы вышла, тоже что-то сказала. И мы скоро будем делать вебинар. И я абсолютно уверен, что мне кажется, а вы поддержите меня, если это я говорю правильно, если нет, скажите, давайте другой вебинар сделаем. Мне кажется, сделать вебинар «Целебное творчество». О том, что на самом деле творчество целебно. Ко мне приходил один профессор, я вам скажу, он такие книжки писал, он там когда смотрел на мои картины, и там был у меня в центре подготовки. Ну, короче говоря, на Таганде, в центре защиты от средств, и там мы подготовку проводили художников, и лицепасных профессий. Вот, и он мне говорит, «Да-да, все-таки говорит, творцы все больные люди». Я говорю, «С чего это вы взяли?» Он говорит, «Вы, говорит, посмотрите, вот в Институте психического здоровья выпустили тома книг «Художественное творчество больных людей». Ну, и что? Я ему говорю, так в них этих больных здоровая часть говорила, которая поддерживала их в нашей жизни, когда они рисовали, они как раз эти гармонии внутри себя, активизируя эту гармонию, они сохранились, а не наоборот. Конечно, человек-творец, как можно называть творчество болезнью. Ну, понятно, профессор тоже мне на связи. весы, не наоборот, повзять, даже что-то делают